Одним из основных и, пожалуй, наверное, не менее распространенным способом есть скрытый способ ношения. Скрытый способ ношения – это оперативный способ ношения, то есть когда оружие незаметно. В этом случае пользователи стараются максимально скрыть наличие в них оружия, то есть их гражданский внешний вид не должен не быть ничем испорчен. Оперативные кобуры в мире появились распространенно не так давно, это было приблизительно 20-е годы 20 века. Потому что в то время начинают активно развиваться соскные, соскное дело, соскные подразделения полиции, они активно вооружаются, потому что, скажем, чем больше вооружаются преступники, тем больше вооружаются и правоохранительные органы. Скажем так, если в 19 веке практически не существовало соскного дела, оно было примитивным, расследованием в Европе занимались обычные полицейские, то в конце 19-го – начало 20-го века активно развивается соскное дело, криминалистика и, естественно, что для этого выделяются отдельные наиболее способные полицейские, которые начинают носить штатскую одежду, начинают заниматься поисками преступников скрыто. Сыскные подразделения тогда, можно сказать, первый раз созданы, пришли к тому, что штатное оружие им надо носить в штатной же кобуре. Естественно, они огромные, громоздкие, не позволяют быстро извлекать оружие, но их все-таки носят, как-то прячут под одеждой вот такие вот огромные громоздкие кобуры и в них достаточно габаритные револьверы и первый пистолет от того времени. Кого-то устраивает эта кобура, кого-то нет, впрочем, как всегда. Многие начинают просто обрезать верхний клапан за ненадобностью, потому что основная задача этого клапана все-таки защита от осадков, начинают перешивать шлейки сами. Многие носят свое табельное оружие в карманах плащей, пиджаков, в внутренних карманах. Мы все это можем наблюдать в старых фильмах, как оперативники извлекают большой наган из внутреннего кармана. В кино оно смотрится хорошо, в жизни, наверное, отсутствие правильных оперативных кобур многим стоило жизнь, потому что в стрессовой ситуации извлечь быстрое оружие из кармана, которыми забилуют складками, оружие габаритное, много выступающих частей, может запутаться, то есть это дело нелегкое. Кроме того, в те времена, когда сыск пошел в рост, когда много сыскных подразделений начали активно развиваться, сначала их начальство решило, что нужно укомплектовать их максимально компактными образцами стрелкового вооружения, которое бы удачно пряталось. И многие страны переходят в полицейской практике на краткоствольные слабокалиберные и малокалиберные пистолеты. В Европе очень был развит Вальтер ППК, пистолет полицей криминал, так он и назывался. Это компактный пистолет, малозарядный, с достаточно небольшим останавливающим эффектом, с малым калибром, но он был популярен по всей Европе практически, потому что никакой альтернативы не существовало. Либо крупногабаритный пистолет, тот же Вальтер, но армейский образец, который имеют большой объем, и который не спрячешь в кармане, либо компактный пистолетик. Примерно та же тенденция в Соединенных Штатах наблюдается. Там сыскные подразделения полиции переходят на компактные револьверы, которые можно либо небольшую кобурку поместить, либо спрятать в карман. Но это существовало недолго, приблизительно, наверное, в 60-х годах 20-го века. Преступность, как клановая, так и уличная, становится более наглой, более серьезное вооружение оно получает. Начинает преступность использовать не только пистолеты, револьверы, но и длинноствольное оружие, штурмовые винтовки, автоматы, вплоть до пулемета. Естественно, что полиция, слабо вооруженная малоемкими пистолетами и еще и со слабым устанавливающим эффектом, не могла им противостоять. И в тот момент многие полицейские департаменты в Соединенных Штатах и в Европе начинают вести активный поиск нового персонального оружия для соскных подразделений. И приходят к выводу, что нужны достаточно габаритные пистолеты армейского образца с большим устанавливающим эффектом боеприпаса. Естественно, такие пистолеты достаточно крупны и спрятать их под одеждой, ну, задача непростая, в карманах уже не положишь. И вот где-то в 60-х годах появляются известные производители, как Тобьянчи. Это одна из первых частных компаний, которая начинает производить на рынок кожаные кобуры компактного ношения и даже армейские полевые кобуры. И вот она первая начинает активно использовать, активно развивать рынок оперативных кобур, оперативного ношения короткоствольного оружия. Не нравятся на тот момент достаточно передовые технологии. То есть кобуры начинают производить как из кожи классической, так и из синтетических материалов. С пластиков тогда еще экспериментов никто не ставил. И вот, скажем, старая неудобная кобура начинает приобретать приблизительно вот такие вот формы. Естественно, что в те времена она была проще. Уже с опытом начинают внедряться новые технологии. Казалось, в этот, казалось бы, простой и компактный инструмент, если можно назвать так кобуру, вложено очень много технологических разработок. До сегодняшний момент большинство профессиональных кобур для скрытого ношения оружия. Они изготавливаются из кожи, высококачественной кожи, имеют высококачественную фурнитуру, потому что это предмет для каждодневного ношения, он эксплуатируется очень активно. И также еще многие модели имеют вставки вовнутрь. То есть все современные кобуры кожаные либо синтетические, оперативные, они не универсальные. Они изготавливаются под определенный вид оружия, определенную марку оружия и формуются по оружию. Только формованная кобура может обеспечить правильное прилегание и правильное ношение оружия. Уже на сегодняшний момент отработана схема, при которой, если развернуть кобуру, мы видим, что она как бы имеет скругленную форму по форме тела. Это достигается тем, что мы видим, передняя стенка, которая прилегает к телу, она ровная. А вторая стенка, она имеет изгиб и формовку по габаритам оружия. Это позволяет плотно прилегать оружию к телу. Естественно, не деформировать ни сам ремень, ни саму кобуру. От длительной носки она не деформируется, оружие в ней не разбалтывается. При изготовлении кобур под те или иные виды оружия используются массогабаритные макеты оружия и с помощью специальной прессовки кобура формуется по непосредственно модели пистолета. Естественно, что пистолет другой модели туда очень проблематично вставить, но нужно выбирать кобуру конкретно под свой пистолет. И если первые модели оперативных кобур, они имели еще определенный фиксатор, то сейчас, в связи с тем, что кобура формуется по оружию и, в принципе, выпасть ему, как мы видим, практически невозможность кобуры даже в вертикальном положении, эти фиксаторы за ненадобностью убираются. На некоторых моделях, на некоторых, по желанию, клиента оставляется, но в этом нет необходимости. На сегодняшний момент оперативные кобуры, как поясные, так и плечевые кобуры, изготавливаются по трем определенным технологиям. Первая технология – самая дорогостоящая. Это когда используется высококачественная кожа, как в данном случае. Кожа имеет два слоя – верхний слой, внутренний слой. Между двумя слоями в кожу вставляется пластик, специальный пластик, и кобура формуется затем по образцу оружия. То есть три слоя, зачем они нужны? Сам пластик очень хорошо приобретает форму оружия и, естественно, долго ее держит. Поэтому такие кобуры носятся долго-долго-долго, хотя по цене они немножко дороже, чем остальные образцы. Ну, естественно, есть определенная красота в качественной коже, красивой прошивки и в трех слоях. Есть также очень похожие кобуры, которые немножко дешевле, они выполнены по этой же технологии, технологии формовки, но они состоят просто из одного слоя толстой кожи. Естественно, что, да, кожа тоже приобретает форму оружия, но кожа достаточно мягкий материал и такая кобура будет служить, ну, наверное, в два раза меньше, чем кобура, которая сделана из трехслойной технологии, которая имеет три слоя. Также сейчас очень популярны и они наиболее бюджетные, кобуры, из синтетики, которые тоже, как мы видим, выполнены способом формовки. Также трехслойная схема, верхний слой нейлона, толстого нейлона, либо кордуры, внутренний более тонкий слой и между ними слой пластика. Кобура также формуется по оружию, также обеспечивает очень хорошее прилегание, также не выпадает, даже не имея фиксатора. Естественно, эта технология служит не столь долго, сколько трехслойная кожа, но, в принципе, достаточно долго такой же срок годности имеет, как и однослойная кожаная система. Многие предпочитают синтетику на сегодняшний момент еще потому, что синтетика не напитывает в себя влагу. То есть, когда мы носим оружие на себе, скрыто, особенно летом, то потоотделение человека, оно оседает наружу, и оружие может коррозировать со временем. То есть, синтетика, она как бы влагу в себя не напитывает. То есть, как бы человек не потел, через синтетику потоотделение не пройдет, это не настигнет оружие. Поэтому многие поэтому предпочитают синтетические кобуры, а также потому, что они немножко легче, чем кожаная кобура. По этой же технологии создаются и оперативные кобуры. Они могут быть как трехслойно-кожаные, так однослойно-кожаные, так и синтетические. Естественно, что дорогая кожа, красивее, более долговечная и стоит дороже, но и гораздо дольше служит.